По версии следствия, от рук этого подозреваемого пострадали 4 пенсионерки. Все они рассказали, что незадолго до его появления на пороге квартиры им звонили неизвестные и просили денег на родственников, якобы пострадавших в ДТП. В отделе полиции мужчина, ранее имевший проблемы с законом, рассказал, что все указания получал от кураторов через мессенджер. 20.03. Я работал на стройке за полторы тысячи в день, в обеденный перерыв. Искал вакансии работы, подработки. Туда упало сообщение о том, что требуются сотрудники на курьерскую работу, доставка денег. Я перешел в этот профиль человека, который разместил эту вакансию. Там мы прошли пару моментов, уточнили. Я прошел полную верификацию, скинул свои документы. 21.03. Оператор мне уже начал давать координаты. Получил первую сумму. Положил ее на банкомат. На указанный счет, который мне скинули. Ну а дальше от этой суммы, как он мне сказал, 10% мои. То есть первая сумма, которую я получил на руки личную, 40 тысяч. Добытые незаконным путем деньги вскружили голову. И бывший строитель отправился вечером того же дня на следующий заказ. Лидия Семеновна встретила его в подъезде и передала 500 тысяч рублей. Мне только дочь перед этим предупредила, что ходят опять. Будьте осторожны, не открывай ни с кем, не общайся. Ну вдруг мне такой звонок, что она стоит на улице, рыдает. Подруга ее попала в аварию, разбилась и сейчас в больнице. Лежит на операционном столе. Будут делать трепанацию черепа, нужны деньги. Немаленькие, 700 тысяч. Для закрытия дырки пластикой этот. Он дорогой очень. Ну ее голос, понимаете? Ну ее голос, я же знаю уж. Ну вот так. И после этого вот он явился за деньгами. Сколько было, я отдала. Все, что у вас было? Все, что было за всю жизнь. Работала не знаю как, сколько. По 24 часа в сутки не выходила из больницы. После того, как курьер ушел, женщина позвонила дочери. Выяснилось, что помощь ей была не нужна. И деньги, соответственно, тоже. Большая часть всех мошеннических действий начинается со звонка. И направлена на самых доверчивых пожилых людей, которые готовы отдать последние деньги и ценности. Лишь бы с их родственниками ничего не случилось. В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. И если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции, можно узнать, действительно ли родственник находится в отделе полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Также незамедлительно сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях. Подозреваемый признался, что отработал еще два заказа, забрав у пожилых людей 100 тысяч в Волжском районе и 1,2 млн в Эмгельсе. Деньги, а это 10% от каждой суммы, он потратил на шоппинг и подарки для девушки. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Санкция статьи мошенничества предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.